Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол До Жизни, и это продолжение нашей симуляции в Еврокубках этого сезона. Итак, Лигу Чемпионов мы уже в прошлом году просимулировали, можете посмотреть, ролик есть на канале. Теперь у нас Лига Европы. Мы взяли те команды, которые в реальной жизни вышли в плей-офф в Лиге Европы, и также добавили 8 команд из нашей Лиги Чемпионов. Так что, если вы не знаете, какие это команды, то это хороший повод посмотреть прошлый ролик про Лигу Чемпионов. Сегодня у нас будет сыгран весь раунд-плей-офф Лиги Европы, будет просмотрен весь финальный матч. Как нам говорит FIFA на данный момент, то финал будет, наверное, Боруссия-Манчестер, но вдруг они раньше там попадут. В прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, в финале был у нас Лондонский Арсенал в Лиге Европы, вот, победил. Так что будет сегодня интересно на это все посмотреть. Ну что же, поехали. Итак, стартовали у нас команды, и вот такие пары разбились. Я некоторые команды действительно заменял, потому что, ну, нету, например, Лудогорца, нету Апоэля, FIFA, поэтому некоторые команды я заменял. Итак, Арсенал у нас сыграет против Динамо, Загреб, Хельсинки против Вольсбурга, Рейнджерс против ЧФР, Копенгаген против Манчестера, Селтик против Спортинга, Айек против Франкфурта, Базель против Гента, Виктория Плезень против Ромы, ЦСКА Москва и Спартак сразу их вот так вот свели. Челси, Улверхэмптон тоже сразу свели, Байер, Хитафи, Мальмо, Эспаньол, Сивилия Порто, Брюги, Зайсбург, Баших Шахир, Шахтер, Брага, Баруся, Дортмун. Ну что же, отыграем весь раунд 1-16 лиги Европы и уже посмотрим на результаты. Ну что же, а вот они и результаты 1-16 лиги Европы. Арсенал обыграл Загреб со счетом 6-1, Вольсбург разгромно 7-0 обыграл Хельсинки, Рейнджерс обошел все-таки минимально ЧФР, Манчестер без всяких трудностей прошел Копенгаген, в равной борьбе Спортинг все-таки выигрывает по голам на чужом поле и проходит Селтик, Франкфурт побеждает только по пенате лишь Айек, Базель выигрывает тоже в равной борьбе лишь по голу на чужом поле, Рома без всяких проблем обыгрывает Викторию Плизень, ЦСКА здесь обыгрывает со счетом 5-2 в двух матчевом противостоянии Спартак, Челс со счетом 5-2 выиграет Волверхэмптон, Байер выиграет Хитафи, Эспаньол выигрывает Мальмо, Порто обыгрывает Севилью, Брюги по голу на чужом поле выигрывает Зальцбург, Шахтер проигрывает Баших Шахиру и Боруссия Дортмунд выигрывает Брагу. В 1-8 лиге Европы у нас появились вот такие интересные пары Арсенал-Вольсбург, Рейнджерс-Манчестер-Юнайтед, Спортинг-Франкфурт, Базель-Рома, ЦСКА-Челси, Байер-Эспаньол, Порто-Клуб-Брюги и Баших Шахир против Дортмунда. Ну что же, посмотрим мы, просимулируем мы матчи 1-8 лиги Европы и вернемся к вам в четвертьфинале. Итак, стадия 1-8 подошла к концу, Арсенал со счетом 4-2 обыграл Вольсбург, Манчестер 4-1 Рейнджерс обыграл, Спортинг обыграл 4-2 Франкфурт, Рома 6-1 обыграла Базель, Челси 3-0 обыграли ЦСКА, Байер 5-1 обыграл Эспаньол, Порто 6-0 разгромил Брюги и Боруссия со счетом 7-1 проходит Баших Шахир. В четвертьфинале у нас сразу такое английское дерби, это Арсенал и Манчестер Юнайтед, дальше идет Спортинг против Ромы, Челси против Байера и Порто против Дортмундской Баруси, так что пока что наши фавориты, как сказала FIFA, это Манчестер Юнайтед и Баруси Дортмунд на Лигу Европы остаются, так что будет на это интересно посмотреть, ну а мы продолжаем и теперь у нас уже полуфиналы. Ну что же, а четвертьфинала у нас закончились вот так вот, Манчестер Юнайтед, главный фаворит турнира, вылетает от Арсенала со счетом 3-2, Рома обыграет Спортинг со счетом 6-0 и Байер проходит Челси со счетом 2-1, ну и Баруси Дортмунд, это наверное последний такой вот фаворит, который сказал FIFA, пока что проходит со счетом 3-0 Порто. В полуфинале у нас Арсенал Рома и Байер Баруси Дортмунд, ну скорее всего будет опять Арсенал в финале, но будем значит надеяться, что Дортмундская Баруси, которая в реальной жизни прошла между прочим в плей-офф Лиге Чемпионов, в нашем турнире в Лиге Чемпионов они заняли третью строчку пропустив вперед Интер, так что может быть сейчас они все-таки смогут выиграть хоть трофей Лигу Европы. Ну что же, вы сейчас уже естественно видите, в полуфинале у нас Арсенал прошелся все-таки минимально, но обыграли они Рому, ну и Дортмундская Баруси без проблем прошла Байер, и тем самым у нас будет финал Арсенал Баруси Дортмунд, ну что же, смотрим. Итак, стартует у нас финал Лиги Европы, Лондонский Арсенал против Дортмундской Баруси. Арсенал попал в этот финал благодаря тому, что замечательно показали себя в группе, да и в раунде плей-офф Лиги Европы, ну а Дортмундская Баруси вылетела из Лиги Чемпионов, заняв третью строчку в группе, именно в нашем турнире, и теперь намерена выиграть Лигу Европы. В прошлом сезоне у нас встречался уже Лондонский Арсенал в финале Лиги Европы против, если не ошибаюсь, Милана, но тогда вот именно столичный лондонский клуб выиграл итальянскую команду и прошел в Суперкубок УЕФА, против Манчестер Сити они сыграли за Суперкубок, тогда вроде выиграл именно Манчестер Сити. Но это второй уже финал для Арсенала, и скорее всего может быть будет второй трофей для них, ну а Дортмундская Баруси настроена выиграть Еврокубок. Итак, матч стартовал, поехали. Абумиянг выходит один на один с вратарем, бюрки тащит. Замечательно сыграл сейчас швейцарский голкипер. Но все равно, не зря все-таки они, наверное, вылетели. О, Зил! Вот такой нам иллюзию немного сделал этот момент. Рядом со штангой пролетает мяч. Месута Зил не забивает свой гол. И опасный был сейчас удар. Пока что только Баруси обороняется в этом тайме. Арсенал лишь атакует даже уже и Тирни. Раньше игрок Селтика в этом сезоне перешел в лондонский Арсенал. Ну и теперь он атакует. В финале Лиги Европы кто мог подумать. Ну и теперь вот Николя Пепе на угловом. Пока что не открыт еще счет, но моменты как раз создает именно лондонский клуб. Для них все-таки этот турнир уже не в новинку. Вот четыре удара, один лишь в створ. 58 владения на 42. Ну и точность ударов и пасов у них практически идентична. Напоколька Сера. Санчо можно пониже. Вот сюда вот на Ройса. И это первый опасный момент у Баруси. Сразу же дело до удара в створ дошло. Но Бернт Лена играет против немецкой команды сейчас. И не пропускает от главной звезды Баруси Марку Ройса. И все. Заканчивается основное время игры со счетом 0-0. Будет у нас продолжение. Дополнительное время. По ударам немного изменило свое отношение Баруси. Даже больше нанесла в створ, чем Арсенал. Но пасы одинаковая точность. Да и владение перешло уже во владение Дортмунда. Санчо. Аккуратно на Холланда. Эрлинг Холланд. Новое приобретение дортмундской Баруси в это зимнее трансферное окно. И вот так вот пробивает он. Но пока что только угловой. Подбор за Арсеналом. Дани Сибалиос. Абумьян. Будет ли удар? Будет ли удар? Бюргер тащит и спасает Дортмунд. Выводит пока что он Дортмунд в пенальти. На эту стадию. Не дает закончиться матчу сразу. Вот так вот. И шикарный сейф голкипера. Будет еще угловой конечно. Но и все. Серия пенальти. Сейчас у нас будет. И так готовы все игроки. Все игроки Арсенала. Все игроки дортмундской Баруси. Они ради этого шли весь сезон. И после дополнительного времени нам показывают со счетом 0-0. Заканчивается встреча. И так прошлый финал Лиги Европы закончился в пользу Арсенала. Со счетом 2-1. Они обыграли Милану. И вот так вот Нигаля Пепе промахивается. Эрлинг Холланд. Для этого тебя покупали. И снова мажет. И так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас происходит? Не забивает. Все. Вицель кладет. Вицель кладет. Три удара подряд не забили игроки. Но вот Вицель. Теперь. Ой-ой-ой-ой. Три удара не забивает Арсенал. Пакуль Кассер. Все. 2-0. И вот сейчас решающий сразу же пенальти. К мячу подходит Александр Ля Казет. Один из лучших бомбардиров Арсенала. Внимание. Тишина на стадионе. И не забивает. Ни одного пенальти не забили игроки Арсенала. Вот так вот. Боруся Дортмунд. Вылетев из Лиги Чемпионов. Заняв третью строчку. Пропустив Интер вперед. Они выиграли Лигу Европы. Молодцы парни. Мы радуемся вместе с ними. Поздравляем их с победой. И вот он. Злополучный момент. Снова штанга. Ну и обидно за Арсенал. Ни одного они не смогли забить гола. Даже в основное время ни одного. И в серии пенальти не забили ни одного. Обидно конечно. Но что поделать. С счетом 2-0. Боруся Дортмунд выигрывает Арсенал по серии пенальти. И вот. Искренние эмоции сейчас. Боруся Дортмунд. Ликует вся Германия. Ликует весь стадион сейчас. Много болельщиков приехало у Борусии. И сыграет между прочим Борусия в финале. Суперкубка UEFA против PSG. Которые обыграли в финале Лиги Чемпионов Ливерпуль. Со счетом 2-0. И вот он Эрлинг Холланд. Не зря все-таки он перешел. И он поднимает сейчас этот трофей. И да. Именно этого ждали все болельщики. Шмелей. Все. Весь Дортмунд, вся Германия будет залита пивом. И пахнут сосисками. Поздравляем мы Борусию Дортмунд с тем, что на нашем канале именно сезона 19-20 они выигрывают Лигу Европы. И отбирают этот титул прямо у Арсенала, который в прошлом сезоне его выиграли. Поздравляем болельщиков. Если вы болельщик Борусии, напишите об этом в комментарии. Не забудьте также поставить лайк. Ну и выигрывает Борусия Дортмунд. По статистике вы все прекрасно видите. Первый тайм в матче Арсенал доминировал. Но все-таки исправился во втором тайме и в дополнительное время Борусия. Даже мало соперника, немного не получалось. Ну а лучшим игроком в матче является Юлиан Брандт. 7-2 у него оценка, так же как и у Вицеля. Так же как и в Арсенале нет у кого такой оценки. Вот Вицель и Брандт. 7-2 имеют оценку и становятся лучшими игроками. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забывайте поставить колокольчик, потому что будет скоро у нас разыгран суперкубок UEFA. Между ПСЖ и Борусией. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь до новых трейлеров, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok